Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Вот и настали прохладные дни. Прохладные дни означают, что многие вредители, которые атаковали наш сад-огород, в летний период начинают уходить в спячку. И самое время подумать о слизнях. Конечно, о слизнях мы чаще всего вспоминаем ближе к лету, к летнему периоду, когда они просыпаются, когда они становятся видны и когда они начинают атаковать наши растения. Под атаку слизней чаще всего попадают салатные овощи, капустные овощи, капуста. Земляник очень хорошо любит поедать слизни. И вот когда слизни приходят к нам в огород, декоративные растения подъедают хост, и очень многие растения страдают от слизней. Тогда мы начинаем говорить, караул, помогите, что же нам делать со слизнями. И в этот период со слизнями что-то сделать бывает достаточно сложно. Потому что они уже размножились, потому что их очень много. Да, конечно, мы рекомендуем и суперфосфат, мы рекомендуем пивные сидровые бродильные приманки. Но не всегда и не на всех участках такие методы показывают стабильный результат. Все это ужасно усугубляется тем, что европейская часть, вот часть Европы, где наши страны находятся, и Российская Федерация, и Беларусь, и Украина, и особенно южнее, и даже и восточнее, не обязательно европейская часть. Ну, сейчас европейская часть, а чуть дальше к востоку двинется ужасный вредитель, который называется красный слизень, испанский красный слизень. Я его уже видел, он вообще карантинный, я его уже видел, я раздавил ногой случайно на тротуаре в Минске, в зеленой воззелененной зоне. И это катастрофа, потому что его никто не ест, он ест все. Ну, собственно говоря, как и большинство этих брюхоногих моллюсков без панциря, которые называются слизни. И если он начнет здесь у нас размножаться, он сожрет нам все, вообще весь огород, это уж поверьте. И не только огород, но еще и цветники. Ну, что же мы можем сделать в этот осенний период для борьбы со слизнями? Первое, что нужно помнить, что большинство слизней являются маломорозостойкими. И когда они уходят в зимовку, а зимуют они в почве, и особенно хорошо они зимуют в почве там, где использовали мульчирование, там, где мульчание было убрано, там, где много органического вещества в почве, там, где почвы рыхлые, хорошо культуренные, там, где защищены розы под укрытием, там, особенно, где рано сделаны укрытия. Я вот никогда говорю, не укрывайте розы слишком рано, укрывайте их, когда уже устойчивые заморозки, когда уже корка на земле будет. Почему? Потому что вы сделали укрытие, под это укрытие все вредители, в том числе и слизни, забрались, все там прекрасно перезимовали, потом атакуют ваш сад. И потом, вот это ой-ай, что же делать? Так ему создали условия, не нарушайте этих рекомендаций, ни в коем случае. Поэтому надо сейчас осенью предпринять вот такого подобного рода меры. Значит, первое, что я вам сказал, не укрывайте растения слишком рано. Вы создаете домики для вредителей, в том числе для слизней. Второе, что нужно сделать, это на участках, где слизни атакуют растения систематически и очень много, а бывает так, что там через три дома уже никаких слизней нету, а у меня есть. Ну, потому что микроусловия созданы. Надо, как бы вы ни противились, но надо обязательно перекапывать почву и эту почву оставлять комами, потому что именно эти комы перемерзают и вместе с этими комами промерзает, как следует, почва, грунт, и перемерзают все эти слизни и многие другие вредители, которые остаются зимовать вот в почве в таком вот состоянии. Третье, что надо подумать о чем, это о том, что осень является очень хорошим периодом для высаживания растений, которые будут отпугивать слизней. Растениями, которые отпугивают слизни, являются различные губоцветные растения. Это шалфей, душица, мелиса, лаванда. То есть, таким крепким запахом, хорошим крепким запахом. Вот у нас растет настурция, а я нахожусь в Республиканском центре экологии и краеведения, красивейшим местом в Минске, где учатся одаренные дети, все дети одаренные, у меня все дети одаренные, где учатся дети, учатся понимать природу, учатся всем этим премудростям. Так вот, у нас здесь настурция растет рядышком с монардой, например, и она вообще не повреждается слизнями. А там, где настурция растет сама по себе, без монарды рядом и без шалфея, там ее слизни сжирают вообще страшно. Это один из наилучших показателей работы этой группы растений. Мята туда же. То есть, вот эти пряные многолетние растения являются прекрасной защитой от слизней. Заведите их у себя на участке побольше, вот как можно бордюры из них сделайте, массивы какие-то. Посадите мяту под деревья. Не важно, возле грядок или нет, в любом случае слизни мигрируют, для них здесь условия неблагоприятные получаются. И если хотя бы там на расстоянии 5-7 метров от овощных грядок растут массивы вот этих вот растений замечательных, сюда же можно отнести различные виды полыни. Есть декоративные полыни, есть полынь пижмалистная, ну разные-разные виды, бальзамическая полынь. То есть, много разных полыний есть, которые выращиваются у нас на участке. Да, обыкновенный тархун. Заведите эти растения и комбинируйте, комбинируйте какие-то для цветочных целей, какие-то для чая, какие-то как овощные, пряны. Обязательно их используйте. Еще четвертая проблема, четвертый совет даже такой. Слизни очень часто зимуют в компостных кучах. Они вот в этот период похолодания начинают лезть в эти компостные кучи со страшной силой. И это одно из таких критических мест перезимовки слизней. И вот осенью, при наличии вот этих пряно-ароматических растений, мы можем срезать, обрезать эти растения. Тем более, что обрезку они переносят хорошо. И это даже необходимо делать. Тот же и соп надо осенью обрезать. Ту же мяту, пока она еще не засохла вся в ноль, надо убрать эти зеленые ветви. И вот это все надо обязательно закладывать наверх, 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 наваливать на компостник. Вот эти пряно-ароматические растения. Почему? Потому что слизни в таком случае посещают компостные кучи для зимовки гораздо неохотнее. Это нужно сделать обязательно теперь. То есть здесь вот эта проблема пряных растений, лаванды, ну все, что я назвал, она решает сразу две задачи. Первая, они растут икру, и вот весь период вегетации они защищают ваши растения от этих слизней, отпугивают слизней. И второе, это годятся для того, чтобы обогащать компост. Но не выверните же вы компост куда-то, да, не используйте его в ноль по осени. Поэтому это надо делать. Куча листьев, которые могут длительное время оставаться в саду, являются прекрасным прибежищем для слизней. Поэтому это надо все убрать в компостник. И вот, как я сказал, компостник в обязательном порядке необходимо немножечко от слизней отпугнуть. Ну, это может показаться слишком мягкой или слишком, ну, нереализуемой. Вот у вас нету этих растений. Что делать? Берете 5 килограмм суперфосфата и посыпаете по поверхности всего компостника. Обязательно посыпаете как следует. Чтобы прям мощная посыпка была. Вот и дорожки, ведущие к компосту, там, где могут слизни лезть, залазить в этот компост, обязательно посыпаете суперфосфатом. Но нету суперфосфата, в крайнем случае можете взять гашеную известь. И известью припорошить немножко дорожней трассы передвижения слизней. Сейчас и поверхность компоста, когда вы уже все-все-все собрали, листья собрали опавшие. Ну, все, что вы собираетесь в компост заложить, обязательно-обязательно припорошили. Вот эта щелочная обжигающая реакция будет крайне неблагоприятной для миграции слизней. Ну и помните, что прибежищем и местом зимовки слизней являются валяющиеся доски, какие-то ветки, какой-то хлам в огороде, какие-то тряпки, где-то целлофан валяется, где-то куча и кирпичи какие-то лежат. Вот весь этот хлам постарайтесь теперь перед зимой поворочить, как-то компактизировать, как-то уложить получше. Этим самым вы значительно снизите атаки слизней на свой огород в следующем году. Бойтесь слизней, на самом деле грядет гроза с этим красным испанским слизням. Смотрите в оба и обязательно-обязательно сделайте слизня одним из таких важных вредителей вашего огорода, на которого надо теперь обращать не просто внимание, а особо пристальное внимание. На этом я прощаюсь с вами. Воспользуйтесь нашими советами канала Процветок и у вас все будет просто прекрасно. До свидания!